Друзья, всем привет! Вы слушаете SD-Cast, 82-й выпуск. С вами, как обычно, я, Кейс Даймон. На дворе что-то типа конец июня-июль 2018 года. И сегодня у меня в гостях Алексей Денисов, скромный программист. Вот так, просто. Лёш, привет! Привет! Ну, мы сейчас всё равно попросим тебя раскрыть, кто же ты есть, как давно и чем ты занимаешься. Ну, занимаюсь разработкой софта. Вот сейчас живу, работаю в Берлине, в частной космической компании, которая занимается... Мы занимаемся построением ровера, который хотим доставить на Луну. Во как! Да, так вот, довольно-таки необычно и неожиданно. Ну, давай, до этого мы ещё дойдём. Расскажи немножко, как ты, в принципе, попал в IT вообще? Ну, в принципе, да, учился, пошёл учиться в шаг после школы, там, спустя некоторое время узнал о компьютерной академии. Вот, пошёл туда учиться и после, там, четвёртого курса пошёл работать, занимался iOS-разработкой. Потом понемногу занимался веб-разработкой, там, бэкэнды пилил. И, ну, вот, собственно, этим всем занимался лет семь последних. И вот несколько месяцев сейчас вот в этой космической компании. Вот, занимаюсь уже эмбэдд-разработкой и тестированием вот-вот всего этого софта, который будет на ровере и... Ну, и сопутствующих системах. Понятно. Слушай, ну, давай, наверное, в двух словах ещё вот, может быть, просто, чтобы нам как-то лучше понять контекст, да, там, дальнейшие беседы. Расскажи в двух словах просто вот, ну, софт, там, да, для ровера. В принципе, ну, примерно, что это за софт, то есть, там, как бы людям, там, даже программистам, вот, нам простым, обычным, пишущим там всякие интерпрайзы, вебы и прочее, довольно-таки сложно представить, скажем так, ну, вот, что это за софт, то есть, чем его, там, отличие от привычного нам, там, веб-серверов и не знаю, да, и так далее. Ну, то есть, какие там особые требования к нему выдвигаются, вот, что-то такое, чтобы нам просто понять вообще как. Ну, окей, да, начну с конца, да, особое требование, это просто он должен работать хорошо, вот, и... Вообще, было бы неплохо, чтобы весь софт работал хорошо. Да, но цена, просто цена ошибки бывает разная. Цена ошибки очень большая, да, и в случае, если из-за какой-то, там, глупой ошибки в софте, какой-то, вот, лендер, который доставляет этот луноход с орбиты Земли, ну, что-то пойдет не так, то это будет стоить, вот, ну, несколько, наверное, сотен миллионов долларов, вот. Да, это одна из проблем, вот, в целом, это просто, ну, грубо говоря, наверное, прошивка, да, есть условный робот, вот, на колесах, ровер, и там на нем несколько плат есть. То есть, эти платы занимаются, там, разными, делают какие-то разные задачи. Какая-то плата ответственная за построение маршрута, то есть, за то, чтобы придерживаться маршруту. Другая плата, например, отвечает за процессинг видеосигнала с камерой. Третья может отвечать за коммуникацию с Землей, например. Вот, и еще одна особенность то, что самые важные компоненты, эти платы, они дуплицированы, то есть, их может быть две или три, вот, это так называемый redundancy, то есть, если одна ломается, то вот вторая берет на себя контроль. Вот, и, на мой взгляд, вот сейчас, ну, большая проблема заставить эту систему работать между собой, коммуницировать, чтобы не было проблем, вот. Слушай, ну, я так понимаю, в принципе, тоже там все вот эти системы, они, по сути, самодостаточны, в каком-то смысле изолированы, дублированы, но вот, вот, то есть, вот, примерно как там, ну, можно провести какой-то аналоги современными машинами, там тоже много всяких систем, но они как-то так изолированы, чтобы, в общем, не пересекаться и с точки зрения безопасности больше. Ну, здесь, наверное, проблема безопасности не так остро стоит, что кто-то там что-то перехватит или что-то, может, там, наверное, в меньшей степени. Или все же тоже что-то такое? На самом деле она тоже стоит, да, проблема безопасности. По факту, ну, кто угодно может просто послать достаточно сильный сигнал, да, в космос, и если там в это время пролетает какой-то спутник, сателлит, и ты знаешь, вот, ну, если этот злоумышленник или просто хакер знает, что посылать, то, в принципе, можно, ну, можно что-то сделать вот плохое для системы. Ну, понятно, в этом плане тоже есть. Слушай, а вот ты говоришь, несколько там дублированных модулей, соответственно, опять-таки все равно же должен быть кто-то и кто оркестрирует, то есть, когда что запускать, то есть, они все все равно одновременно включены в каком-то минимальном, я так понимаю, объеме, да, чтобы просто, условно говоря, мониторить друг друга и понимать, что вот там, значит, отвалился кусок, значит, теперь я тут главный. Ну, условно говоря, такой, знаешь, а-ля отказоустойчивый кластер, какую-то аналогию можно провести, да? Да, да, это так. Так, это, ну, как и на наш Shell, это просто как дистрибьютор-система. Вот, есть, да, вот, оркестратор, но называется не так, ну, это, в принципе, не важно, который просто, ну, окей, давай шаг назад. Вот, да, есть какая-то плата, на ней гоняется какой-то софт, и там несколько модулей. Вот, набор этих модулей может быть разный, и какие-то из них более важные, какие-то менее важные, и вот один из модулей, он, например, смотрит, чтобы какие-то жизненно важные системы, чтобы работали. Если какая-то из них не работает, то этот модуль переключается на другую железку, вот, и пытается взять данные оттуда. Та железка в это время работает в режиме, как, мастер-слейв, да, но в режиме ноды, вот так скажем, и пытается взять какие-то данные оттуда. Если, например, вообще ничего не работает, то, например, может просто ребут сделать, вот, в надежде, что потом все, ну, все будет хорошо. Понятно, понятно. Ясно. Ладно, расскажи, ну, еще вот интересный момент, как ты вообще попал в предысторию в эту компанию, да, как раз-таки это, мне кажется, будет такой хорошей затравкой для обсуждения всяких, там, одного из твоих проектов и вообще, там, мутационного тестирования, как одной из основных тем сегодняшней нашей беседы. Давай. Ну, да, собственно, попал туда вот как-то благодаря мутационному тестированию. Вот, это мой хобби-проект, которым я занимаюсь уже, ну, года четыре, наверное. И, собственно, цель этого проекта, вот, это улучшить качество софта и качество тестов, вот, помочь разработчикам. На данный момент система работает довольно хорошо, и главная проблема, которую я встретил, вот, я, там, хожу на митапы на всякие, общаюсь с людьми и спрашиваю, вот, там, и, ребят, мы вот сделали такую татулу, вот, не хотите попробовать у себя? И люди часто отказываются, говорят, ну, либо я пишу хорошие тесты, либо вот у нас и так все хорошо, либо у нас нет тестов, например. То есть, всем, ну, не всем, но многим, скажем так, качество не очень важно. Интересно, слушай, вот это так немножко неожиданно. Ну, это вот реальные вещи, да. Да, люди так говорят, вот. Ну, опять-таки, выборка у меня небольшая, поэтому я не могу это обобщить на всех. Ну, понятно, да, на основе своего опыта, да. А расскажи, как вот ты вообще решил заняться, то есть, как ты увлекся мутационным тестом? Ты писал софтом, подается, соответственно, я так понимаю, это тебе примерно в то время, да? Да, да. Но, вообще, в общем, началось все с одного холивара, вот, с коллегами, и холивар был такой, то есть, нужно ли писать асерты на входные параметры или нет, вот. Я говорил, что нужно, а коллеги говорили, что нет, не нужно, и тесты, ну, мол, тесты это все покрывают, все хорошо, нам асерты не нужны. И мне пришла идея в голову, что вот, а что будет, если я возьму вот эти тесты и запущу на измененном коде, вот, там, выпилю эти асерты, например. И тогда какое-то озарение произошло, вот, я изобрел вот это вот мутационное тестирование, был очень счастлив, вот, горд собой, потом немного остыл, пошел в интернет, ну, стало понятно, вот такая система должна уже быть кем-то написанная, должна существовать. Вот, поискал и нашел, собственно, то, что называется мутационное тестирование, то, что ресерч, там, много-много лет идет в этой сфере, но каких-то инструментов удобных для, там, CC++ или там Objective-C, да, на тот момент, их не существовало, вот, там были несколько академических поделок, но с ними было, скажем так, сложно работать, вот. И тогда решил, что вот я хочу такую штуку, вот, и я попробую ее, может быть, сделать, вот, если кто-то раньше ее не сделает. И, наверное, года два у меня заняло, ну, года два ушло на то, чтобы понять, как вообще ее построить. Вот, если, например, ну, да, одно из хобби на тот момент было это вот компиляторы и какие-то там developer tools, вот, если по компиляторам, например, очень много литературы, очень много книг, все расписано, просто бери и делай. В случае вот с такими системами информации очень мало. Там существует, ну, не знаю, на пальцах, ну, не двух, на пальцах, да, двух рук, наверное, можно пересчитать все системы, которые более-менее production-ready сейчас, и они все работают по-разному тоже относительно. Поэтому было непонятно, как это все сделать, и спустя, наверное, пару лет только все, вот, пазл сложился, и стало понятно, как это можно сделать. Вот там при помощи LLVM и смежных штук. Да, углубимся в это дело. Расскажи, наверное, знаешь, вот вначале так, издалека вообще, что такое, в принципе, мутационное тестирование, да, то есть вообще зачем оно нужно, какая основная идея, то есть чем оно там отличается от всяких, ну, наверное, более известных, популярных, там, функциональных юнит-тестов, да, вот, то есть что главное лежит в идее, какая? Ну, смотри, или смотрите, да. Идея мутационного тестирования, первое различие от там юнит-тестов и каких-то интеграционных тестов в том, что мутационное тестирование, оно все-таки нацелено на проверку качества самих тестов, вот. То есть какие-то юнит-тесты и тесты в целом, в общем, они тестируют какие-то свойства системы, да, программы, а мутационное тестирование, оно как раз нацелено на то, чтобы найти пробелы, скажем так, проблемы в тестовых сюитах, вот. То есть, по сути, это как бы вещь, ну, скажем, она там отдельно сама по себе, без каких-то там юнит-тестов, она не может существовать, ей, по сути, не на чему, как бы. Для нее база, входные параметры, входные данные, это непосредственно вот там а-ля юнит-тесты, да, которые ты просто пытаешься убедиться, насколько они действительно качественно покрывают в конечном, то есть не просто там, ну, каждую строчку кода выполняют ли они, но в том числе и залезают чуть-чуть глубже, насколько я понимаю. Да, это так, ну, грубо говоря, наверное, да, ей нужны, ну, мутационному тестированию нужны юнит-тесты, но в более общем виде мутационному тестированию нужен какой-то рычаг, чтобы принять решение о том, работает что-то или не работает. Вот, то есть в юнит-тестах там есть вот эта, да, скажем, дуальность, он либо прошел, либо упал. Да, либо прошел, либо не прошел, да. Вот, да, и это можно автоматизировать, и можно как-то принять решение об этом, то есть автоматически понять, что происходит с системой, вот, в каком она состоянии, там, проходит или падает. Вот. Если юнит-тестов нет, то, как правило, ну, окей, еще шаг назад, вот эта проверка, она называется test Oracle, или Oracle, наверное, на русском. Вот, и этот Oracle, он принимает решение о том, да, прошло или не прошло. Вот, в случае с юнит-тестами это у нас непосредственно софт этим занимается, а если тестов вообще никаких нет, и просто кто-то тестирует это руками, то этот Oracle, ну, это человек. Ну, да, да. Вот, и это, естественно, ну, не всегда скелится, иногда это единственный выход, иногда не единственный, вот, да. Ну, и, да, идея мутационного тестирования в том, что если у нас какой-то тест, и этот тест тестирует некий код, вот, мы в этот код можем внести изменения, какие-то семантические изменения, и посмотреть, упал тест или нет. Вот, если тест упал, значит, все хорошо, значит, тест достаточно хороший, он покрывает какие-то вот edge-кейсы, да. А если тест не упал, то мы говорим, что мутант выжил, и что-то, значит, что-то не так, либо с тестом, либо с самим кодом. Вот, нужно уже смотреть, как, ну, что с этим делать, вот. Ну, то есть, еще раз так, как бы, если попытаться переговорить, значит, что ты меняешь исходный код, запускаешь те же самые юнит-тесты, и просто убеждаешься, что они, по сути, их задача, они должны не пройти, потому что ты изменил код, который, в принципе, не должен работать, ну, по большому счету, то есть, как бы, вот в этом сам суть. Да, да. Понятно. Слушай, ну, вот расскажи, как вообще тогда этот весь процесс, в принципе, устроен, ну, или, может быть, там, на примере, вот, как это сделано у тебя, ты говоришь, что есть несколько систем, они все немножко по-разному работают, но вот, как бы, такие стадии, да, то есть, там, анализ исходного кода, я не знаю, там, как коммутация, опять-таки, вот изменения какого рода, то есть, это там, ну, там, насколько я понял, это просто там изменения каких-то плюс на минус, там, ну, вот, то есть, каких-то базовых, таких примитивных вещей, да, не глобальное там переписывание всего там, не знаю, подмена классов и так далее, и вот, собственно, как потом запуск тестов, анализ, вот какие стадии есть, как вообще все это устроено. Угу, угу, ну, да, есть несколько инструментов и вообще несколько подходов на, как, несколько уровней, на которых может работать мутационное тестирование, и вот так сверху вниз, если, то первый – это исходный код, вот, просто берется исходный код, например, строится абстрактное синтаксическое дерево, и потом это дерево мутируется, вот, там могут какие-то изменения быть, там, if-else ветки поменять местами, либо что-то более простое, там, плюс на минус, либо просто выпилить, выпилить там вызов функции, или какой-то вот блок кода просто убрать. Вот, потом это все либо компилируется, либо выполняется, вот, в случае интерпретируемых языков. Вот, мне кажется, проще всего мутационное тестирование сделать для языков типа, вот, JavaScript, Ruby, вот, потому что там, ну, грубо говоря, можно прям вот со сроками работать, да, это очень-очень грубо сказано, но просто меняешь код и просто нажимаешь и вал, и все, все едет. Вот, то есть не нужно париться там с компиляцией. Ну, интерпретируемость, она, в общем, позволяет, да, немножко гибче с этим работать. Да, вот, дальше, немножко ниже уровень, это некий промежуточный код, вот, например, в Java есть байт-код, и инструмент, вот, один из, по-моему, самых широко используемых в индустрии, называется P-Test, и он уже работает непосредственно на уровне байт-кода, вот, то есть Java компилируется в байт-код, потом виртуальная машина, там, как-то это все патчит, этот байт-код, меняет уже инструкции на уровне байт-кода, вот, ну, и выполняется на JVM. Это дает очень большой прирост по скорости, по перформансу, потому что, ну, рекомпилировать ничего не нужно, вот. Ну, да. И похожий подход еще может быть вот на уровне прям машинного кода, то есть у нас есть какой-то бинарь, и прямо в этом бинаре мы можем взять, там, пропатчить несколько инструкций и перезапустить его заново, вот. Соответственно, вот эти три подхода, да, AST, байт-код и машинный код, у них, ну, проблема AST, то, что это медленно, вот, но там самые богатые, могут быть самые богатые мутации, да, у нас есть полный доступ к высокому языку. Ну, как бы, да, ты лучше всего, это то место, где ты лучше всего, то есть имеешь просто полную информацию о всем исходном коде, вот, о всей его структуре, когда все-таки байт-код там и там и далее уже, уже сложно, то есть, да, можно там, наверное, каких-то инструкций, но ты уже ограничен, наверное, все же, да? Да, это так, там очень большие ограничения, вот, ну, например, машинный код, самый большой перформанс, вот это быстрее всего, но качество мутации, оно, наверное, падает, вот, потому что единственная информация, это, ну, мы можем, да, дебаг-информацию какую-то иметь, и на основании этой дебаг-информации можем, ну, делать, принимать какие-то решения, но это не очень, ну, не очень удобно, и, ну, да, качество, качество страдает, вот, качество мутации страдает, вот. Слушай, ну, давай, наверное, вот ты уже там поговори немножко, расскажи основные вот такие определения, какие-то сущности, да, которые вот участвуют во всем, ты уже упоминал там мутант, оракул, да, вот, вот как бы просто, чтобы понимать, какие еще есть, как все это, как принято это там называть, как все это устроено. Ну, есть, да, программа, да, программ under test или system under test, и если мы делаем какую-то мутацию, то эта программа называется, вот, мутант. Дальше прогоняем тест, мутант либо выжил, либо он был убит, да, killed or survived, вот, и еще один термин, наверное, это мутационные операторы, или еще мутаторы их называют, это некие правила, на основании которых производятся мутации, вот, то есть мутационный оператор, который заменяет. И тут те самые там преобразования, в общем-то, да, так по факту. Да, 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 плюс на минус, там, и фальс. Они определяются заранее, или просто они есть на уровне, там, на уровне вот инструмента мутирования, то есть как вот строится это мутационный тестирование, это автоматически, либо ты какие-то конфигурации, ну, как, ну, вот, сам запуск каждого, там, мутационного, там, экземпляра, так сказать, прогона, да, тестирования, он, чего он мутирует? Ну, кажется, что мутирует что-то разное, там, отбалды, а давай-ка я здесь, там, плюс на минус поменяю, либо же есть какие-то правила на уровне, там, не знаю, конфигурации, или общепринятые просто алгоритмы, что на что менять, вот, как это все. Ну, да, есть общепринятые, вот, ну, как, есть несколько классификаций, да, это очень академическая тема, и разные академики, там, какие-то свои мутации предлагают, и в целом есть набор какой-то базовых, да, который, там, тянется, не знаю, с 70-х годов, вот, с какого-то там фортрана, или каких-то таких архаичных языков, вот, и, опять-таки, да, все еще зависит от языка, например, есть, там, расширения для ООП, вот, которые, например, не сработают для, я не знаю, для СИ, например, да, или какие-то там чисто джавишные мутационные операторы, которые, там, вот, какие-то джавишные штуки мутируют, или, там, СИ плюс плюс, убирают, там, паблик, прайват, вот, вот, такого плана вещи, вот. Вообще, то, как происходит мутирование и что мутируется, это, скорее, зависит от инструмента, вот, тут обобщить нельзя, то есть, как, ну, как разработчик решит. Вот, конкретно в нашем случае, вот, с малом, есть, да, есть, вот, набор этих мутационных операторов, и есть конфиг-файл, вот, просто конфигурация, там, в YAML-формате, и в YAML-формате можно задать, вот, какие мутационные операторы мы хотим использовать в данном прогоне, вот. Потом система просто загружает весь этот код, выполняет, ну, запускает все тесты по отдельности, для каждого теста собирает код-кавердж-информацию, вот. И потом уже на основании вот этих правил, перечисленных мутационных операторов, делаются какие-то изменения в коде, который был, ну, инструментирован, да, в коде, который был покрыт, вот. То есть, если код был выполнен, то мы там делаем какую-то мутацию, вот, условно. И, в принципе, оно довольно, ну, не то, что довольно, оно вот очень детерминированно, если два раза запустить с одним и тем же конфигом на одном и том же наборе файлов, то результат будет идентичный. Ну, в общем, в принципе, так и должно быть, наверное, ожидаемо. Да, да. Иначе это вот этот файзинг такой, элемент неожиданности, оно как бы не про тесты, тем более про там стабильность и, в общем, какое-то качество. Понятно. Слушай, а вот расскажи, какие вот в мутационном тестировании вообще есть сложности и особенности, да, вот я там, насколько читал, там есть всякие интересные штуки, как там, когда там несколько тестов, как понять, правильно ли они там мутируют, ну, вот эти всякие какие-то там штуки, да, вот лучше, конечно, ориентируешься, потому что вроде бы кажется очень, ну, как бы классно, думаешь, ну, что, вот у меня там есть какие-то тесты, юнит-тесты, да, у меня там, допустим, там, ну, пусть там, условно говоря, там, не знаю, 90% код кавереж, думаешь, ну, класс, сейчас-ка я запущу мутационное тестирование, оно мне там быстренько прогонено, у меня сейчас автоматом все поменяет, скажет, что у меня там действительно какие-то тесты там плохие, я их подправлю и, в принципе, вот, все, класс. В принципе, можно считать, ну, то есть, как бы, насколько вот эти вещи, они достоверны и, как бы, гарантируют вот это вот стопроцентное какое-то там покрытие, ну, то есть, да, вот такие вопросы, опять качество в конечном итоге. Ну, одна из, вот, ну, есть, да, несколько проблем, такие вот две, на мой взгляд. Первая, она очень распространена, опять-таки, в академических кругах, но на практике я ее встречаю очень-очень-очень редко, то есть, ну, она есть, но не так, чтобы вот все плохо. Это проблема эквивалентных мутантов, вот. То есть, идея мутационного тестирования в том, что мы вносим какое-то семантическое изменение, но мы не можем знать, когда мы, вот, мутируем какой-то код, да, будет ISA или байт-код, мы не можем знать, что мы мутируем, ну, меняем ли мы семантику программы, вот. Один из примеров, например, да, один из примеров, например, у нас есть какой-то IF-ELSE, да, какая-то проверка, IF-что-то, потом у нас идет ветка, например, быстрый алгоритм, ELSE у нас какой-то медленный алгоритм, вот. То есть, программа делает то же самое, но какой-то алгоритм оптимизирован, например, для маленьких коллекций, а другой алгоритм оптимизирован для больших коллекций, вот. Вот. И у нас в тестах написано, например, все эти кейсы покрыты. В принципе, если в этом случае мы и файл с местами поменяем, то у нас результат не изменится, вот. У нас семантика та же, программа делает все то же самое. Может быть, она делает это медленнее, либо потребляет больше памяти, но проверить это, ну, не то чтобы нельзя, но, наверное, будет затратно проверять это в юнит-тестах, вот, скажем, да, какой-то перформанс мерить или смотреть, например, память, вот. Да, такие вещи – это вот эквивалентные мутанты, то есть, когда мы не меняем семантику программы, вот. Второй пример – это, допустим, у нас есть for loop, да, цикл, и мы проверяем, что у нас там какой-то итератор меньше, чем конец, вот. И если вот это меньше заменить на неравно, то, в принципе, то же самое будет, вот. Ну да, да, согласен. Вот. И, ну, одно из решений – это для второго случая это просто, ну, не делать таких мутаций, вот. Решение для первого случая, ну, в принципе, его нет. Это такое, как байпродакт, вот, мутационное тестирование, то, что есть такие вещи, которые не очень помогают. Вот. Да, и они еще называются, вот, по-моему, там, как-то useless мутанты, вот, то есть, бесполезные, вот. Вот. Например, один из мутантов, вот, да, я такое встречаю на C-коде, ну, относительно часто, когда мы просто берем, выпиливаем вызов функции какой-то, вот. И часто, если мы выпиливаем вызов функции, там, free или close, да, закрыть файл условно, то, в принципе, все работает, как и работало, вот. Вот. Семантика, вот, ну, семантика, по идее, тоже не меняется, вот. Но, там, допустим, файл не закроет, да, или память не освобождена. Но мы опять не можем этого проверить. Вот. Ну, да, да. Дама работает все еще. Слушай, ну, тут, мне кажется, вот, из того, что ты сказал, я так понимаю, что, в принципе, в основном, вот, эти, так сказать, там, такие побочные, вот, эти мутанты useless, да, они могут выливаться в случае, если ты выпиливаешь какой-то функционал, связанный, ну, так, если, там, из, там, функциональщины взять какой-то побочные эффекты, которые не покрываются самим тестом. Потому что сам тест, он же ничего по факту, он проверяет то, что при некоторых входных данных, да, ты получаешь какой-то конечный данный. Неважно, будь там это конкретную функцию ты тестируешь, будь ты какой-то, там, большой кусок логики, да, проверяешь. Но идея в том, что ты, вот, там, сказал 2 и 2, и хочешь получить на выходе, там, не знаю, функцию умножения 4, да. А вот все то, что ты при этом там файл что-то запишешь, вызовешь какую-то даже функцию, которая где-нибудь что-нибудь там в базе данных, там, поменяет, ты же это по факту не тестируешь, и, конечно, тут вот мутации, они, да, они это поменяют, но вот такие вещи, в общем-то, их сложно именно, исходя из того, что является, так сказать, самим фактом тестирования для юнит-тестов уже как основы. Это, скорее, зависит от домена еще. Вот, например, примеры, там, где закрывается файл и там какие-то директории закрываются, это полноценные тесты, которые тестируют обертку для файловой системы. Ну да, опять же, да, приметная область, конечно, да. И там, там это вполне валидный код, как бы, но протестировать его именно юнит-тестами как-то, ну вот, сложно. Поэтому, на мой взгляд, одна из главных проблем мутационного тестирования, это, скажем, UX, да, User Experience, вот, у нас программа может содержать очень-очень много мутантов, вот, ну тысячи, да, вот, вот, буквально прошлой ночи, там, прогнал на LVM, 8 тысяч мутантов, вот, на, там, 500 тестах, и две с половиной тысячи из них выжили, вот, и нужно проверить, ну, нужно пойти посмотреть, вот, какие из них юзлисты, какие из них эквивалентны, и две с половиной тысячи каких-то айтемов, ну, человек процессить не будет, вот, я, ну, я тоже этого не буду делать, и поэтому непонятно, как, собственно, как это сделать очень-очень удобно, чтобы мутационное тестирование не просто говорило, что у тебя, там, тест, ну, у тебя в целом тесты плохие, да, а чтобы какие-то более точечные советы давало, что ли. Ну да, то есть, ну, слушай, ну, тут отсюда выливается такой логичный вопрос, как бы, все же, как ты считаешь, для какого рода программ вот сейчас прям мутационные тесты, они вот очень хороши, то есть это что-то там, не знаю, кли какой-то, да, к онлайн-интерфейс, какие-то вещи, какие-то вот именно там а-ля библиотеки, которые просто API что-то, чего-то, ну, где вот, как бы, четкий вход, четкий выход, да, вот UI, UX, я уже понял, что, в принципе, ну, это логично, да, что довольно-таки сложно, потому что тут результатом может быть что-то визуальное, а это очень, как бы, уже сложнее, там, понять, выявить, то есть вот можно, конечно, пытаться там в случае, не знаю, каких-то, если, допустим, это веб что-то, то пытаться там какие-то делать там, как сейчас модно, скриншоты, сравнивать, да, вот эти результаты, но это уже опять такое значительное усложнение всего этого процесса, конечно, получается, вот все же, куда лучше все подходит. Ну, мне кажется, вот чистая логика, если просто, то лучше всего подходит там, вот, по нескольким причинам, одна из них это, собственно, перформанс, вот, например, если брать мутации, вот, как-то и скриншоты делать и сравнивать скриншоты, но это может занять вот на, ну, это может дни занять. Ну, конечно, да. Да, слушай, ну вот тут опять-таки еще вопрос про, как раз мы так затронули уже перформансы, вообще, насколько вот, ну, если, понимаешь, если мы говорим там, допустим, про изменение там АСТ, то да, да, и это там C-шная программа, я так понимаю, как раз-таки ты больше вот находишься в области там C++ программу, где все это тестируешь, да, то это вот каждый раз перекомпиляция, там, 8 тысяч мутантов, это 8 тысяч раз надо там перекомпилить, пусть даже там не целиком программа, да, там, проект, а все же там инкрементальная, но, тем не менее, это довольно-таки большой такой, в общем-то, ну, по перформансу, по CPU там затраты. И плюс еще второй вопрос отсюда сразу, вот, можно ли как-то это, какие тут есть возможности там по параллельному запуску, да, там, мутации, еще что-то, ну, вот, вот в этой области. Окей. По перформансу, в принципе, вот, мы используем подход на уровне байт-кода, вот, или бит-кода LLVM-ного, и перформанс, на мой взгляд, довольно-таки хороший, вот, допустим, LLVM, да, это большой проект, и я брал, запускал вот сабсет тестов, там, 500-550 тестов, это, понятно, мы не весь код компилировали, а только то, что нужно для этих тестов, вот, там, пара, ну, пара библиотек покрываются этими тестами, вот, там, всякие абстрактные типы данных и прочие штуки. Вот, и на моей машине, вот, это старенький iMac, но это заняло 4 часа, вот, 4 часа, при этом мы какие-то оптимизации еще не делали, ну, то есть мы делали какие-то оптимизации, но минимальные, вот, на данный момент, вот, известны уже, известны узкие места, где можно оптимизировать и снизить это время, вот, до полутора часов, вот, и это, ну, это прогон, вот, линейный, то есть не параллельный. Если это распараллелить, то, соответственно, ну, время упадет еще больше, вот, но один из вопросов, вот, не то, что проблем технических с распараллеливанием, а скорее, ну, скорее, это должна быть какая-то опция, то есть параллельно или нет, потому что неизвестно, можно ли все тесты выполнять параллельно, вот. Если тест, вот, для файловой системы, да, какой-то, и он там пишет файлы, то мы запустим там два мутанта, которые параллельно пишут файл, но это, вот, наверное, будет не очень хорошо, вот, поэтому такой вот вопрос, но на самом деле просто еще руки не дошли запилить вот эту параллелизацию, да, распараллеливание. Слушай, а тут еще, смотри, вот, опять же, можно ведь, там, с точки зрения оптимизации, то есть одна мутация, это, там, запуск одного мутационного теста, одного мутанта, да, это одно какое-то изменение, либо это набор изменений каких-то в какой-то одной области, то есть что такое мутанты, это вот именно что-то в одном месте поменяли, запускаем каждый раз, либо же мы все же можем в рамках одного, одной мутации изменить, допустим, разные, там, в разных функциях, ну, совсем в разных местах разные куски, чтобы тем самым сэкономить на перекомпиляции, да, с одной стороны, но при этом получить сразу результат, там, нескольких юнит-тестов из разных кусков, вот такое возможно, или вообще применяется, не применяется? Это возможно, я не знаю, применяется или нет, ну, точнее, насколько я знаю, это не применяется, есть такое понятие, как higher order mutants, вот, то есть классическое мутационное тестирование, мы вносим одно изменение, а... И проверяем сразу его результат, собственно. И сразу, да, проверяем его результат, вот, есть там были тоже, опять-таки, академические исследования, предложения, то есть делать, увеличить порядок вот мутантов, то есть мы не один мутант, ну, не одну мутацию в коде делаем, а несколько, вот, комбинацию их, и, да, прогоняем. Вот. В принципе, такое можно сделать, но мы не пробовали и, ну, не знаю, просто не пробовали, вот. Понятно. Слушай, ну, вот, ты тут уже не один раз упоминал, там, LLVM, да? Давай немножко, наверное, вот углубимся как раз в техническую больше аспекты разные. Вот расскажи, в принципе, как, ну, чем хороший LLVM именно с точки зрения мутационного тестирования, да, то есть это, ну, там, LLVM, наверное, в двух словах скажем, что это, так сказать, такой инструмент, разработанный, по-моему, в Эпле, да, он, по-моему, изначально появился, ну, или ребятами из Эпла, там, откуда-то, в общем. Запромотился, да, ребятами из Эпла. Да, 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 ну, пусть будет так, вот, который, в общем-то, ну, такой а-ля умный, не умный, не знаю, компилятор, не компилятор, но, в общем, инструмент, который, с одной стороны, он такой, состоит из нескольких модулей, классно, позволяет тебе, там, с одной стороны, фронт-энд, бэк-энд, да, получить на вход, по сути, распознать, там, забрать на токены любой исходный код и дальше его, там, скомпилить в любую бэк-энд, там, в любую платформу, в общем-то. Вот как, с точки зрения мутационного тестирования, в чем он хорош, этот инструмент, что он тебе дает, какие возможности по сравнению, преимущества по сравнению, там, не знаю, с обычным, там, ГТЦ, там, не знаю. Угу, угу, окей, преимущества LLVM, ну, вообще LLVM является как common ground, да, то есть... Ну, такой базой, основной, не знаю, как назвать. Да, то есть, условно, там, раньше, да, или там, классический компилятор, вот, он берет исходный код, компилирует его в ассемблер, вот, и это, ну, не имеет смысла, потому что, если компилятор этот менять, то, точнее, если мы хотим новую архитектуру какую-то, новый процессор, то компилятор нужно менять, чтобы он, там, в другой ассемблер, ну, другой ассемблер показывал, вот. В случае LLVM мы можем, вот, любой код исходный, там, CC++ или другие языки, мы можем его компилировать в внутреннее представление LLVM, вот, в так называемый LLVM биткод, и уже работать с этим LLVM биткодом, а LLVM уже позаботится о том, чтобы этот код был скомпилирован под какой-то конкретный процессор, вот. И плюс вот этого биткода в том, что с ним удобно работать банально. Он, ну, в принципе, он содержит все ту же, почти всю ту же информацию, которая содержится на уровне исходного кода, вот, но в зависимости от языка, да, естественно, но он просто, просто удобный, да, читабельный ассемблер, вот так скажем. И сам LLVM, как платформа, да, как фреймворк, предоставляет много инструментов для работы с этим биткодом. То есть можно произвести какой-то анализ, да, смотреть какие-то свойства, там, функции, модули, инструкции, вот. И, собственно, мутация происходит там очень-очень просто. Но, опять-таки, зависит от языка. Допустим, для C мы берем, ну, просто меняем одну инструкцию, вот, в биткоде. Если это какой-то Rust или Swift, то там просто так поменять плюс на минус одной инструкции нельзя, там нужно мутировать вот четыре-пять инструкций подряд, которые там всякие проверки делают. Вот. И один из плюсов, еще один из плюсов LLVM, на мой взгляд, то, что мы можем работать с несколькими языками. То есть мы делаем тулу для мутационного тестирования не для какого-то конкретного языка, а для семейства языков, которые умеют в LLVM. Вот. Будь то Swift, Rust или C++. Слушай, ну, вот тут ты как раз так сказал, интересный вопрос. Смотри, да, с одной стороны круто написать один инструмент, который позволит тебе там, ну, пустить на вход, да, более там не один язык, а несколько, просто потому, что ты используешь уже высшее такое абстрактное представление этого исходного кода. Это классно. Но, с другой стороны, вот я услышал от тебя фразу, что там для C++ мне надо там одну инструкцию мутировать, да, а вот там для Rust и Swift там несколько, целых 4-5. А как вот это понимать? То есть оно это на уровне именно инструмента, либо же на уровне LLVM, вот именно этого промежуточного представления, так сказать, биткода, как-то само происходит. То есть с точки, ну, тут опять мы там углубляясь к тому, как вообще построен вот инструмент мутационного тестирования, да, который ты занимаешь. Мы, кстати, еще, по-моему, не разу не сказали, как он называется. Я один раз, да, мельком сказал, да, называется MAL, вот, да, доступен на GitHub и все такое. Да, ну, мы ссылочки все приложим, само собой, вот. Вот расскажи, как он, в принципе, устроен, ну, и вот, так сказать, отвечая уже на эти вопросы тоже, как все же какие-то особенности по сравнению с к разным языкам, они есть или нет, или они скрыты на уровне там LLVM, вот как это все? Да, они, ну, они, безусловно, есть, и даже от фреймворка к фреймворку, от тестового фреймворка к тестового фреймворку разнятся. Окей, как это работает, да? Ну, мы берем исходную программу, вот, какой-нибудь условный LLVM тот же, берем, компилируем его в биткод, вот. В случае с CC++ мы просто включаем там одну оптимизацию, называется LTO, и у нас на выходе есть биткод для всей программы, вот. Дальше эта вся программа загружается в память и начинается какой-то анализ. Вот, во-первых, да, есть конфиг файл, вот, в этом конфиге указаны мутационные операторы, которые должны быть использованы, и там, помимо прочего, указаны, могут быть включены и отключены всякие оптимизации, и также указан тестовый фреймворк, который используется в этом коде. Вот, сейчас вот там из коробки их поддерживается два, а один из них это Google Тест, вот. То есть система, вот, короче, адаптер для этого тестового фреймворка, он состоит из двух компонентов. Первый занимается поиском тестов, второй запускается, второй занимается запуском этих тестов. Вот, и в случае с Google мы просто делаем статический анализ всего LLVM биткода, ищем паттерны, которые отвечают за тесты, вот, находим тестовые функции, чтобы потом их запускать уметь. Вот, и тест-раннер для Google, он просто, ну, да, используется JIT, вот, как правило, и просто в JIT загружается вся программа и выполняется, вот, так, in a nutshell, вот, если high-level. Вот. Дальше, да, я уже упоминал об этом, мы сначала запускаем оригинальный тест, собираем кавердж по нему, и потом в коде, который был покрыт этим тестом, мы внедряем мутации. Вот, и опять-таки все зависит от мутационного оператора, то есть какой-то мутационный оператор просто меняет какое-то свойство у инструкции, вот, другой может там инструкцию удалить, вот. И для C, C++, там, в принципе, маппинг почти один к одному, вот, мы можем просто удалить инструкцию или там поменять плюс на минус, и все хорошо, в принципе, ну, как программа будет дальше работать. Вот, в случае с Rust, например, для замены там плюс на минус уже нужен будет другой мутационный оператор, который будет немного умнее, потому что в Rust там одна инструкция занимается там, ну, одна инструкция все так же занимается там плюсом-минусом, вот, но кроме этого компилятор еще вставляет разные проверки, например, на overflow, underflow и какие-то вот такие там bounce check, вот. Поэтому для саппорта разных языков нужен просто вот адаптер к тестовому фреймворку, который найдет тесты и сумеет их запустить, и, возможно, нужны какие-то особые мутационные операторы, которые будут что-то специфичное для этого языка делать. Вот. Ну, в случае как с Rust, там, ты привел пример такой, да? Да, 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 ну, Swift похожий и, да, больше мы чувака не пробовали. Ясно, а какие языки сейчас у тебя вот поддерживаются у вас, ну, вот, C++, я так понимаю, Rust и Swift, вот, ты тоже их не один раз три эти штуки, три называл? Да, C и C++, вот, точно поддерживается, работает хорошо, в случае с Rust, там, мы просто пробовали как proof of concept, и, в принципе, оно едет, но какой-то дальнейшей разработки в этом направлении не было, хотим сейчас фокусироваться на чем-то одном и довести до идеала, потом уже добавлять какие-то новые языки. Да, Swift тоже пробовали, например, вот, он работает на Linux достаточно хорошо, а на macOS уже все очень сложно, потому что, в принципе, да, вот, хороший друг, коллега, с которым, бывший коллега, да, с которым работаем над этой тулой, он много месяцев потратил на поддержку Objective-C и Swift, но пока что результат не очень позитивный, вот, потому что Objective-C использует runtime, и вот этот runtime делать, как, запускать его в JIT, это очень непросто, потому что там всякие защиты стоят и так далее, ну, в общем, JIT, LLVM, он не умеет в Objective-C runtime, Swift завязан тоже на Objective-C runtime, поэтому мы не можем так просто брать и запускать это, ну, вот. Ну да, слушай, ну, расскажи еще, на чем он вообще написан, сам ваш мал, так сказать, вообще, как вы тестируете его, это самое главное. У нас, да, у нас тоже есть несколько юнит-тестов, вот, да, наверное, меньше, чем хотелось бы, на самом деле, это тоже забавно. Покрытие CodeCoverage я не знаю какое, вот, мы не меряли, и, ну, в принципе, одна из отличительных черт, вот, да, то, что мал может, вот, протестировать, как мы можем прогнать мутационные тесты на нем самом, вот. В принципе, да, мне казалось, что в этом нет ничего особенного, но там другие разработчики других инструментов говорят, что вот это хорошо, это клево, вот. Не все инструменты могут так делать, там, ввиду каких-то, я не знаю, технических деталей, наверное. Вот, да, написан он на C++, потому что мы работаем с LLVM, и, ну, мы вынуждены использовать C++, потому что там в LLVM есть API, C-шный, но этого недостаточно для наших нужд, а писать какие-то обертки, ну, не знаю, не имеет смысла, вот, проще было на C++ написать. А что, ты просто, вот, ты говоришь, там, недостаточно C, то есть это что-то вы просто более вам, там, такой АОПшной какой-то части, там, именно каких-то конструкций структурных не хватает или чего? Ну, именно, именно конструкций, да, вот. Ну, как пример что-то такое, да, можешь привести. Ну, например, мы используем, вот, у LLVM есть, да, там, два JIT-движка, вот, условно, и вот нам они не подходят, вот, из-за, там, API, например, у одного, да, не очень хорошая API, и мы просто, ну, мы не можем его использовать, вот, из-за, там, каких-то архитектурных решений, так скажем, наших. Вот, поэтому пришлось напилить на основе, там, каких-то кусков LLVM, вот, из этого скрипать, вот, свой JIT, да, со своим, с темой API, который нам нужен, вот. Ну, как. Да. Ничего себе, да. Ясно. Слушай, а расскажи, ну, вот, где ты, может быть, ну, понимаешь, что вы у себя, там, на работе применяете, я так понимаю, мало непосредственно для вам, да? Нет? Пока что нет. Но хотите, наверняка. Да, да, да. Класс. Ну, может быть, ты узнаешь какие-то, там, успешные примеры, где, вот, в принципе, применяется, там, ваш проект, ну, этот инструмент. Просто интересно, может быть, кто-то его, там, говорил, что вот мы, там, применяем, то есть, как бы, по-моему, все же, продакшн уже, так сказать, такой рейди, или это все еще находится на этапе, там, proof of concept, вот? Ну, на мой взгляд, продакшн рейди, но я не знаю, кто-то пользуется им или нет. Понятно, понятно. Ну, ладно, хорошо, расскажи, какие там, вот, планы по дальнейшему развитию, ну, ты так немножко уже упомянул, что все же там хочется, там, сишную, там, часть довести до какого-то такого стабильного, идеального состояния, да, ну, немножко раскрою, может быть, мысли. Ну, один из планов – это все-таки сделать оптимизацию, вот, да, сейчас, я уже упомянул, да, 4 часа прогон занимает, и я вижу узкие места, можно это, вот, там, до полтора часа, например, сократить. И это вот самый, ну, это вот то, что осталось, чтобы, вот, как, закончить, или, там, не знаю, первую версию. Немножко успокоиться, откинуться, выдохнуть. Да, потому что, вот, вот, теперь мы, вот, там, сделали все, что могли, вот так, так можно сказать. Второе – это каким-то образом добавить какую-то модульность, вот, потому что, ну, если мы хотим саппорт, допустим, Objective-C сделать, то тянуть это все в дерево, но это не очень удобно, вот. И может какие-то, не знаю, плагины запилить, вот, но тоже пока что непонятно, как это хорошо сделать, вот, не хочется делать абы как, так, поэтому, вот, пока ждем и думаем о том, как, как это все запилить, вот. Ну, и, да, распараллелить было бы хорошо это все. Да, ну, запилить, вот, в принципе, у вас есть, там, под рукой хороший инструмент, который показал, как это можно делать, тот же самый LLVM, да, подход вот его, вот, этих фронт-энда, бэк-энда. Возможно, какие-то идеи, скажем так, и концепции оттуда вам вполне пригодятся, потому что, в принципе, мне кажется, тут она, ну, примерно укладывается, то есть не просто какие-то, там, плагины сбоку пришиты, а именно вам надо как-то, вот, абстрагировать конкретные куски стадии, да, на том, чтобы потом можно было, там, подключать какие-то другие языки или еще что-то. Хочется сделать все вот, вот, очень динамично, чтобы прям, прям на лету можно было включать-выключать вещи, вот. Понятно. Слушай, ну, а расскажи, вот, вы вдвоем работаете над этим проектом, или бы все же какой-то уже комьюнити стало появляться, кто-то интересуется, или вот это пока вы, так сказать, там, вдвоем все же пилите, ну, кто-то там приходит раз в год по праздникам, что-то там тестирует, раз в идее. Вдвоем, да, пилим вдвоем, связывались там пару раз академики, вот, хотели использовать, но, по идее, не использовали, вот, не пробовали. Вот, тоже был один товарищ, он начал контрибутить, не знаю, пару, ну, может, год назад, полтора, вот, потом перестал, и вот сейчас ушел работать в Apple, вот. Да, и был еще один парень, который тоже, вот, из Москвы, по-моему, если не ошибаюсь, вот, он там тоже несколько коммитов, вот, ну, помог проекту, вот, но тоже перестал, вот. Ну, как-то, видимо, так, поинтересовался, и все, может быть, на уровне какого-то такого, там, может, пока учился, каких-то академических, наверное, интересов, да? Ну, может, он просто раньше нас понял, что мутационное тестирование не нужно, и решил не тратить время, вот. Он, наверное, просто, да, связался с теми программистами, которые сказали, что у нас и так все хорошо, и он говорит, а, ну, тогда, тогда не буду, да? Да. Ладно, слушай, ну, вот такой, может быть, еще, знаешь, вопросик, мы, наверное, как-то, может, где-то затрагивали, вот, Майя, если у тебя есть, там, типичный workflow, такой, там, не знаю, какой-то абстрактный, там, не знаю, юнит-тесты, потом какие-то, там, интеграционные тесты, там, CICD, вот эти все, continuous integration, настроенные пайплайны, вот как, в какое место вообще, как, вот, можно внедрить, там, мутационные тесты с какими-то, там, минимальными затратами, ну, то есть, как ты считаешь, вот, как он ложится, куда, и как его, так сказать, насколько, там, легко, сложно, и вообще, какая требуется подготовка для, вот, внедрения, собственно, там, мутационных каких-то тестов у себя, это просто, там, какой-то запуск, там, еще один какого-то инструмента, либо все же нужны и исходные коды, и юнит-тесты как-то для этого специально, там, подготавливать, адаптировать, чтобы, вот, в дальнейшем его применять? Исходные коды адаптировать не нужно, вот, единственное, что может требовать адаптации, это система сборки, вот, потому что нам на выходе хорошо бы иметь бит-код, вот, а не, ну, не машинный код, вот, в принципе, опять-таки, зависит от того, какая система сборки используется, вот, например, в LLVM это все прямо из коробки, там, есть педаль, нажимаешь, включить LTO, и у тебя на выходе бит-код, вот, в случае, там, с OpenSSL, например, уже немного сложнее, там, пришлось make-файлы патчить, вот, в случае, там, с другим проектом пришлось, вот, практически полностью переписать систему сборки, вот, чтобы так-то ехало, вот, кроме этого, нужен конфиг-файл, в принципе, там, ну, 10 строчек, вот, и можно включать и, ну, на CI, наверное, да, тоже можно, но конкретно в случае с нашим инструментом, вот, я не знаю, еще не уверен, насколько он готов для этого, но я бы начал с того, что включил его непосредственно во флоу разработчика, вот, чтобы некто, как разработчик, воспользовался инструментом, посмотрел вообще на состояние тестов. Ну, ты, кстати, первый разочек запустил, понял, что там все, вообще все, все, все красное, или вы все же что-то зелененькое есть, то есть, о, есть зеленый свет, можно пробовать двигаться. Значит, значит, у нас все хорошо. Ясно. Ну, в принципе, по большому счету, в общем, ничего такого, там, какого-то специфичного или особенного нет. Просто немножко, немножко времени, немножко рук. Да, да, да. Хорошо, ладно, давай, наверное, про это закончим. Еще все же хочется у тебя спросить, знаешь, вот, там, возвращаясь к разработке софта, там, для роеверов, можешь ты рассказать так в двух словах, в принципе, как у вас построен Warp. Ну, просто интересно, то есть, как бы, там, у всех по-разному, это, ну, так или иначе, примерно, по-одно, вот, как вы там, задачи, как у вас, как там, pipeline, то есть, у вас там тоже сборки, какие-то тестирования, как вы там, при релизе, как вы все это, опять-таки, вопрос там тестирования, потому что вот тут, ну, не знаю, мне кажется, так, смотри, а если там обычный софт, условия его рантайма, они, как бы, ты можешь их смоделировать здесь у нас, да, то в случае там с ровером, навряд ли ты сможешь у нас здесь, там, на земле смоделировать вот те какие-то внешние условия, в которых в конечном итоге должно это эксплуатироваться, и, ну, делайте, есть ли у вас какой-то, вот, как вы пытаетесь приблизиться, чтобы, как бы, вдруг, возможно, выловить какие-то ошибки, там, проблемы, связанные с этим, либо это все же больше относится про железо, и к софту это в меньшей степени применимо. Ну, вот, давай начнем, ладно, издалека, я опять целую пачку вопросов озвучил, давай просто расскажи, как у вас устроен, вот, вообще, ваш, там, типичный workflow разработки, вот, там, в том, чем вы занимаетесь. К сожалению, здесь вот много не расскажу. Да, мы все понимаем, что, как бы, если... Не по причине, там, NDA и так далее, вот, а, во-первых, я совсем недавно в компании, там, пару месяцев, вот, во-вторых, разработка софта вот сейчас довольно, ну, в зачаточной стадии, вот, то есть, у нас сейчас, там, два с половиной разработчика, вот, которые, там, что-то делают, вот. А, у вас, я думаю, вот, у вас, там, уже прям целые, так сказать, там, команды. Нет, нет, пока что нет, ну, вообще, там, в компании несколько команд, да, кто-то занимается, там, электрикой, там, отдельный electrical engineers, mechanical engineers и, вот, software engineers, вот, да, нас сейчас, как я сказал, там, два, три с половиной человека, плюс-минус, и, ну, должно быть больше, да, сейчас, вот, хайрим, кстати, вот, там, CC++ разработчиков, FPGA разработчиков и так далее, и плюс должны присоединиться еще ребята из DLR и ISA, вот, в каком-то виде, ну, DLR – это Deutsche Kosmos, вот, а ISA – это европейский, да, ну, европейская Space Agency, вот, типа NASA, только, да, местная, европейская, вот. Да, тогда уже будет, будет нас побольше, тогда уже будут какие-то более вменяемые процессы, вот, сейчас пока что я занимаюсь непосредственно инфраструктурой, вот, это Setup CI, опять-таки, тоже переписывают, ну, улучшаю систему сборки, чтобы это можно было хорошо к CI подкинуть, и чтобы было все гораздо удобнее для разработчика, вот. Ну, у вас все равно же есть же какие-то, получается, куски, которые, собственно, там, вы уже собираете, иначе как бы… Да, да, части есть, там что-то уже написано, вот, и, в принципе, ну, я, наверное, могу рассказать о своих планах, вот, о том, что я планирую делать, и, в принципе, да, я этими планами поделился с коллегами, и все звучит резонно, вот, разумно, по их словам. Да, тоже зайду издалека, вот, тестирование для Embedded, наверное, можно поделить на несколько слоев, вот, это одно из возможных делений, это несколько слоев, вот, одно из них это четыре. Самый верхний уровень – это Model in the Loop, вот, дословно, модель в цикле, вот, это когда… описывается какая-то модель высокоуровневая софта, там, что он должен делать, а потом валидируются какие-то его свойства, вот, опять-таки, валидироваться они могут как автоматически, или, ну, или вот человек может посмотреть и прикинуть, там, ага, вот, нет, вот это нам не подходит, меняем что-то. Вот, следующий уровень – это Software in the Loop, то есть, да, софт в цикле, и в этом случае софт тестируется в какой-то эмуляции, да, или в симуляции, например, в нашем случае, конечно, софт должен работать на какой-то плате, да, на железке, но мы также можем его запускать под Linux, вот, на этом уровне мы можем писать какие-то юнит-тесты, вот. Следующий уровень – это процессор in the loop, и здесь мы уже запускаем софт непосредственно на самой железяке, вот, и гоняем какие-то там интеграционные тесты, условно. И самый низкий уровень – это hardware in the loop, в этом конкретном случае уже тестирование происходит на, ну, на чем, на конечном девайсе, вот, то есть, если мы робота пилим, то это будет вот робот какой-то. Ну, целиком, прямо вот как он, так сказать, уже, или есть. Да, и там сюда могут входить как автоматические интеграционные тесты, и могут быть вот просто мануальные. Вот. Не знаю, могу ли я это рассказывать вот или нет, но, наверное, поделюсь. вот у нас есть там отдельная комната с кучей песка из какого-то там специального места привезенного, который максимально моделирует песок на луне, вот, и там тестируется, вот, собственно, ровер, он там ездит, то есть это вот как раз тот самый hardware in the loop, наверное. Но это более, наверное, касается механики, и вот, да. Ну, все же, все равно, да, как бы, да, попытка хоть как-то приблизиться, симулировать там реальные условия. Да, да, проверка, проверка, да. Вот, еще, да, немножко в сторону уйду вот эти четыре слоя, да, model, software, processor и hardware in the loop. Их можно на самом деле обобщить и использовать как тот же подход, применим вот к простой разработке софта, вот, например, в случае с iOS-разработкой, model in the loop – это какая-то архитектура, да, нарисованная там на клочке бумаги, там, processor in the loop и hardware in the loop – это вот запуск уже непосредственно на девайсе. Ну, да, эмуляторы и, соответственно… А, эмуляторы, кажется, это, наверное, software, да. Эмулятор – это все-таки, да, software in the loop, а вот процессор, hardware – это, типа, ну, уже на… На железке, да. Да, на реальной железяке, вот. В принципе, в этом плане разработка под iOS, она не отличается от embedded разработки ничем, вот, iOS, Android – это тот же embedded. В случае с какими-то бэкэндами у нас просто три слоя, там, software, processor и hardware, они просто межатся в один, потому что система и в продакшене, и в dev environment, она запускается на одной системе, условно, там, на Linux каком-нибудь. Вот, и, собственно, да, это вот мои планы вот внедрять вот эти четыре слоя и делать тестирование на каждом из них, на каждом, на каждом из этих уровней, вот. Слушай, а инструменты для этого, вот, ты говоришь, четыре уровня, все же это одни и те же какие-то инструменты, либо же тут какая-то есть специфика накладывается, или просто это вот, ну, так, больше такое логическое разделение, а по факту инструменты одни и те же, например, и тесты одни и те же в разных стадиях. Тесты, как, ну, инструменты скорее разные, например, software in the loop, там мы можем юнит-тесты прогонять, а прогонять их на железке уже сложнее, вот. Поэтому, допустим, интеграционные тесты, они подходят для проверки на железке и для проверки на непосредственно ровере, да, условно, но не очень подходят для, например, проверки на эмуляторе, вот. Ну, то есть, зачем? Вот. Поэтому инструменты все-таки разные, есть там какие-то попытки, как-то вот на уровне модели описывают архитектуру, там есть тоже инструменты, и потом из этих моделей генерится код и прямо вот деплоится, прямо так все хорошо, но я не знаю, это надо будет пробовать, смотреть, может подойдет нам такое, может нет, пока непонятно, вот. Понятно. Слушай, ну, давай ты там годик-другой поработаешь, все запустишь, внедришь, вот, уже, и потом приходи еще раз и расскажешь, как уже вот вы все это внедрили на всех этих уровнях, заодно и команда уже будет, уже будет больше такой, как бы, информации там о софте, как непосредственно вы все это там внедряли, и мал в конце концов надо прикрутить, а то, ну, как-то, хобби это хорошо, но когда хобби сливается с работой, все мы знаем, что это на порядок лучше. Да, ну, собственно, да, я не договорил вначале, вот, то есть мал отчасти прикручен уже, да, вот в тот момент, когда я искал какие-то реальные проекты, чтобы понять, как работает мал, вот, то есть, нужен он в продакшене или нет кому-то, я вот, собственно, нашел вот эту компанию, в которой сейчас работаю, и спросил, интересно ли им такое, вот, ну, то есть, заботятся ли они о качестве, вот, и я вот на волонтерских основах, да, полностью предложил свою помощь, и они вот попросили, вот, ну, окей, давай попробуешь, вот, там, тебе на операционка, которая используется, и посмотри, как, будет она работать или нет, вот, и, да, мал помог найти там пару багов в этой операционке, вот, ну, таких, как минорных, но все же багов, да, и спустя время это, вот, вылилось в какое-то такое... Приложение о работе, что называется. Фулл-тайм, да, да, так скажем. Ну, классно, классно, это, кстати, вот хороший, мне кажется, пример того, как хобби в конечном итоге может в том числе помочь, там, ну, помочь, или даже стать частью работы, и в конечном итоге нашего какого-то, там, экономического благополучия, там, личного, там, семейного и так далее. Вот, давай, наверное, на этой позитивной ноте такой поставим точку в нашем подкасте, вот. Было очень интересно про все это послушать, я вот как-то до этого никогда вообще не сталкивался с мутационным тестированием, даже, можно сказать, особо и не слышал такого термина, но вот, когда в процессе подготовки немножко там пошел, почитал, вот, ну, и вообще обсудили, вот, как это все устроено, вот. Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно послушать, так что, друзья, пишите комментарии, замечания, всегда интересно послушать, вот. Леш, тебе еще раз спасибо, что пришел, вот. Спасибо за приглашение, за интересную беседу, было здорово. Да, друзья, все, всем спасибо, и до новых встреч, пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok